Вас приветствует кинофиша.инфо и мы представляем вам еженедельный обзор выходящих в прокат кино новинок. Зак Снайдер уже не раз подтвердил, что является одним из самых масштабных режиссеров современности, а совершенство технической стороны его картин не вызывает сомнений. Фильм стал продолжением Человека из стали, все того же Снайдера. Но в этот раз перед зрителями предстанут практически все члены будущей Лиги Справедливости, которая также не за горами. В роли Супермена предстанет Генри Кевилл. Бэтмена впервые сыграет Бен Аффлек, Олекса Лютера, Джесси Айзенберг. Сюжет расскажет о том, как после разрушительных последствий, оставленных Суперменом, Бэтмен понимает, что он единственный, кому под силу дать отпор инопланетному гостю. Но пока герои сражаются друг с другом, Метрополис подвергается новой опасности в лице Лекса Лютера. Постепенно из тени начинают выходить и другие герои, готовые сражаться за справедливость. Она с тобой? Я думал с тобой. Парень пьяный в стельку. Такой, по-твоему, у этих перемен лидер? Не двигайся и ухмыльнись. Мистер Орнон тебя поддержит, Джимми. Дуглас Фербанкс, Кэгни, Богорт. Даже они следовали правилам. Ты должен следовать правилам. Не хочу я ничему следовать, я просто хочу быть хорошим актером. То, о чем ты мечтаешь само, на тебя не свалится. В своем творчестве режиссер Антон Корбейн любит освещать жизненные истории реально существующих личностей. В этот раз в его поле зрения попал выдающийся актер Джеймс Дин, который погиб молодым, однако успел покорить миллионы зрителей. Про личность Дина снята немало картин, но Корбейн подошел к сюжету немного с другого ракурса. Главным героем у него становится сотрудник журнала Life, Дэнни Сток, которому поручено сделать фотографии великолепного Джеймса Дина перед выходом в прокат ленты с его участием к востоку от рая. Фотограф встречается со звездой экрана и между молодыми людьми возникают очень теплые приятельские отношения, о которых и будет рассказано в фильме. Роль Джеймса Дина исполнил Дэйн Дэхан. А Стока сыграл Роберт Паттинсон. Фотографии всех впечатлили. Мы с тобой оба здесь были. Жизнь. И в этом моменте мы живы. Тебе нужно найти побольше сторонников. Есть идея. Потанцовка. Покажем им, на что мы способны. Дамы и господа, норм севера! Леминги, осторожно! Ждем минутку. Наверное, неспроста это называют каменными джунглями. Режиссер нескольких мультсериалов и по совместительству один из сценаристов в жизни и приключений робота-подростка Тревор Уолл дебютирует на большом экране. Мультфильм расскажут об отважной миссии, которую дружное общество белых медведей поручает норму. Будучи представителем своего вида в мире людей, он должен отправиться в город и убедить человека не трогать ледяную среду обитания. Но одному ему не справиться, поэтому вместе с ним едут малыши-леминги, чья выносливость вызывает восхищение, несмотря на размеры. Они называют себя несокрушимые и готовы дать отпор злодею, пустившись в опасное приключение, полное веселье, шуток и танцев. Французский актер Луи Горель, который за последние десятилетия успел сняться у таких культовых режиссеров, как Франсуа Азон, Ксавье Долан и Бернардо Бертолуччи, наконец выпускает собственное полнометражное кино. До этого момента за его плечами было три короткометражных работы, а также номинацию на премию Сезар. Сюжет фильма расскажет о парне по имени Клеман, который влюбляется в милую девушку Мону. Но снискать расположение похитительницы его сердца не так уж просто. Герой практически отчаивается, но тут на помощь приходит его лучший друг. Абель всячески пытается привлечь внимание Моны к достоинствам Клемана. Однако постепенно девушка начинает осознавать, что именно лучший друг парня является его самым большим недостатком. Это полная радости и грусти история о троих совершенно разных людях, которые пытаются достигнуть взаимопонимания и наладить отношения. Она обращается со мной как с пустым местом, ты понимаешь? Ты мне потом еще спасибо скажешь. Она очень опасная. Что это? Попростите, я... Что здесь происходит? Я, пожалуй, пойду... Назад! Придется ответить на пару вопросов прямо сейчас! Ты хочешь продолжить? Я должен закончить. Новая лента о Тома и Гаяна уже успела покорить жюри венецианского фестиваля. За плечами у него многочисленные номинации на самые разнообразные премии за такие картины, как «Славное будущее» и «Экзотика». Главной роли снялся обладатель премии «Оскар» Кристофер Пламер, а антагониста сыграл Дин Норрис. Фильм расскажет о том, как несколько десятилетий назад Зев Гудман и его товарищ Макс подверглись жестоким пыткам в фашистском лагере Освенцем. Эти события прочно отпечатались в памяти обоих мужчин, но тем не менее они сумели начать жизнь заново. На склоне лет жизнь приводит Зева в дом престарелых, однако его покой нарушается, когда старый приятель сообщает, что жестокий нацист, которого они никогда не забудут, сейчас живет в Америке. Герой решает устроить над ним самосуд, но Макс потерял способность передвигаться, поэтому Зеву необходимо в одиночку отыскать преступника и пустить в него заслуженную пулю. Мой голос все тот же. Плохой мальчик! Когда я был маленький, мы в пионерские лагеря и шалаши, в войнушку во дворе. Ты по деревьям-то лазить умеешь? Я по телеку видел, как на пальму залезаю. Как ты слезать-то будешь? А что там по телевизору говорили? А я там не досмотрел! Режиссер картины «Две дамы в Амстердаме» и сериала «Шанти» выпускает свое новое творение под названием «Уроки выживания». В главной роли снялся популярный российский актер Денис Никифоров. Известный большинству по главной роли в культовой драме «Бой с тенью», а его партнером стал совсем еще молодой Илья Костюков. Фильм повествует о Жене Аистове, который пользуется большим вниманием среди женщин. Это неудивительно, ведь к привлекательной внешности можно добавить также профессию летчика, что делает его в глазах милых дам отважным и брутальным. Пилотирует он самолет, доставляющий товары на тропический курорт. И в один из таких дней он знакомится с прекрасной женщиной, которая отвечает ему взаимностью. Но есть у нее один большой недостаток – любознательный сынишка Коля. К несчастью, судьба заносит обоих представителей мужского пола на необитаемый остров, откуда они тщательно пытаются выбраться. На этом киноафиша заканчивает обзор этого уикенда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи на следующей неделе. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok